Привет, дорогие друзья! С вами Владимир. Добро пожаловать на канал AppleExpert. Сегодня я вам расскажу, как же сохранить вашу емкость батареи на ваших iPhone или iPhone. Итак, давайте же приступим. Что мы знаем об этих батареях? Мы знаем, что батареи iPhone начинают разрушаться после 500 циклов. На iPad это действует после 1000 циклов. Из-за того, что там больше объем батареи и немного другие химические элементы. 500 циклов разряда-разряда. Что имеется в виду? То есть это от 100% на 0 и опять зарядили на 100. Это считается один цикл. То есть если вы разрядите, к примеру, на 50% и дозарядите на 50% до 100, то это будет считаться полцикла. Полные 100% от 0 и до 100. Это считается один цикл. Но бывает так, что наша батарейка рушится ранее. Почему? Из-за того, что батарея греется. Мы неправильно ее заряжаем неправильными устройствами, шнурками, блоками и так далее. По пунктам. Давайте же начнем с первого пункта. Не допускать нагрев батареи. Что имеется в виду? То есть если вы допускаете, но стараетесь пресечь это к минимуму. Нагрев батареи из-за чего идет? Из-за монтажных каких-то ваших видеороликов отснятых. То есть это очень долгий процесс. До 10 минут может занимать это греется. То есть если вы часто один сделали, это ничего. Если там 2, 3, 4, 5 подряд. Все, что вызывает долгий нагрев, это есть разрушение вашей батареи. Играть на телефоне, играть особенно на зарядке. Это нельзя запрещается. Все, что вызывает у вас нагрев, старайтесь убрать это. Потому что это будет разрушать ранее вашу батарею, чем оно заявлено производителем. Второй пункт. Заряжайте только оригинальными зарядками. То есть кабель, лайтнинг, блок питания. Если идет в комплекте, у вас 1 амперная зарядка, блок питания. А заряжайте этой 1 амперной. Не нужно от iPad заряжать. Вы будете разрушать батарею. Потому что она более мощная и рассчитана только для iPad батареи. Понимаете, что вы заливаете энергию намного мощнее, чем она заявлена производителем на айфоне. Вы точно так же рушите батарею. Не суйте телефон на ночь где-то на какие-то ткани. Чтобы телефон не взаимодействовал с этим теплом. И он опять точно так же начнет греться. Особенно под подушки не суйте. Это очень опасно. Может даже возникнуть возгорание самой батареи. Не заряжайте пауэрбанками от разных USB накопителей. Это может быть телевизор, ноутбук и так далее. Старайтесь только заряжать от розетки от оригинальных зарядок. Оригинальным шнурком. Не допускайте разряд ниже 20%. Если вы допустите ниже 20%, это тоже будет влечь за собой разрушение батареи. Близко к 20%. Дозарядите лучше до 50%, до 80%. Можете вот так вот валировать от меньшего на большее. Но не ниже 20%, а то и на ноль вообще нельзя. Тоже влечет за собой разрушением батареи. Используйте энергосберегающий режим. Это конечно же ваш процессор сократить в 2. Но зато вам прибавят где-то 30-35% энергоэффективности к вашей батарее. Во-первых, снизит нагрузку и увеличит автономность вашего iPhone. Это все эти действенные способы. Примите к сведению. Используйте их. Они действительно вам помогут. Вот мой пример. У меня iPhone XS. Я уже полгода его использую. У меня всего 3% потеря емкости. У некоторых людей, вот как я знаю, купили себе 11 Pro или Pro Max. У них уже 13% износ. Это как раз из-за того, что они допускали все те пункты, о которых я ранее упомянул. Принимайте это к сведению. Используйте. И ваша батарейка сохранит вашу емкость максимально на долгий срок. Поэтому, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте ваши пальцы вверх. Оставляйте ваши комментарии. Для меня это очень важно. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok